МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военнослужащие российской армии утонули в озере Балхаш во время рыбалки. Несчастный случай произошел в 150 километрах от Приозерска. Говорящая трось для незрячих. Инвалидное кресло, способное подниматься по лестнице. Изобретатели со всего Казахстана собрались в Караганде на трехдневный марафон. Экстренные службы Карагандинской области готовы противостоять зимней стихии. В регионе прошли командно-штабные учения «Зима-2017». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Двое военнослужащих российской войсковой части 03080 отправились на озеро Балхаш и пропали. Одного из них нашли утонувшим. 11 ноября на озере наблюдался сильный ветер. Высота волн достигала 6 метров. Днем 11 ноября два военнослужащих российской войсковой части 03080 отправились на рыбалку на озеро Балхаш. В 4 часа ночи местные жители обнаружили тело одного из них. Поисково-спасательные работы ведутся в 150 километрах от города Приозерска. В поисках второго военнослужащего задействованы спасатели, местные жители и военнослужащие войсковой части Российской Федерации. Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. Также было задействовано местное население и сотрудники этой войсковой части. Ночью в 3.48 тело одного из мужчин было обнаружено местным населением. Сейчас поиски продолжаются. В поисковых работах задействовано 14 спасателей департамента ПЧС, 5 человек местного населения и 60 военнослужащих войсковой части. В следующем году планируется трансформировать деятельность государственных центров занятости в стране. Это означает, что частный сектор будет способствовать профессиональной ориентации безработных граждан, организации их обучения и трудоустройства. В областном Акимате состоялся обучающий семинар, на котором руководители центров занятости Карагандинского региона обучали работе в новых условиях. Самостоятельно найти работу или работника, используя информацию, имеющуюся в базе данных, такова главная цель создания электронной биржи труда. Этот проект объединит информацию государственных и частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, предоставляемых самими гражданами и работодателями. Особый акцент сделан на бизнесе, именно на работодателе. Именно на, скажем так, сегодня центры занятости, они должны перейти в формат HR-службы, кадровой службы, особенно для малого, среднего бизнеса. Причем это все происходит наряду с цифровизацией, исключением бумажного. Если я приведу пример, например, если сегодня существует норма по информированию работодателями в случае получения вакансий в течение трех дней, он должен формировать центры занятости, писать какие-то заявления, бумаги. То сегодня в рамках электронной биржи уже мы реализовали во всем Казахстане, и в пилотном режиме работают города Павлодар, Шимкент и Астана, что в личном кабинете можно оставить вакансию, требования, какая зарплата, и уже это падает в систему рынок труда, и работники центров занятости уже занимаются трудоустройством, подбирают необходимый кадр. Стоит отметить, что нынешняя встреча стала прямым результатом визита в Карагандинский регион министра труда и социальной защиты населения Тамары Дюйсеновой. Министр, в частности, заявила о трансформации государственных центров занятости. Они будут переведены в форму предприятия на праве хозяйственного ведения. Организационно-правовая форма будет определяться местными исполнительными органами самостоятельно. Когда закон примется, центры занятости не будут деньги просто так получать, скажем, так запросы, они будут получать только за конкретные факты трудоустройства. Устроил человека – получи деньги. То есть они переходят своего рода даже в конкуренцию где-то с бизнесом, может быть. Но деньги будут им платиться за конкретный результат. Это, конечно, повысит эффективность их работы. Они будут вынуждены, скажем, идти к работодателю, идти к бизнесу, спрашивать, уточнять требования и ориентировать те инструменты поддержки. Это касается курсов подготовки, переподготовки. Они будут ориентировать на конкретного работодателя, на конкретный бизнес, на конкретный спрос. Изменения предусматривают альтернативные варианты поиска вакансии. Получить информацию и зарегистрироваться в качестве безработного можно будет через ЦОН на портале электронного правительства, электронной биржи труда или по заявке, переданной сельским акимом. Работодатели, в свою очередь, обяжут предоставлять достоверную и своевременную информацию об имеющихся вакансиях. Также через электронные площадки. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Палата предпринимателей «Атамикен» призывает предпринимателей активно участвовать в семинарах и круглых столах. Последнее подобное мероприятие прошло в минувшую пятницу в областном суде. В рамках проекта «Судебная защита бизнеса» состоялся республиканский семинар, нацеленный на привитие предпринимателям правовой грамотности. Участники семинара заявляют, благодаря взаимодействию судов и Национальной палаты предпринимателей удается создать благоприятные условия для развития бизнеса. Также стоит отметить, что палата утвердила план совместных действий с областным судом по проведению круглых столов и семинаров. Отныне каждый предприниматель может лично принять участие в формировании судебной практики касательно разрешения корпоративных споров. В целом, практика, которая складывается в Карагандинском области по разрешению тех или иных видов споров, она формируется как раз на этих семинарах. То есть мы можем повлиять на принятие решений. Это будет общественное наше мнение, поскольку суды на сегодняшний день идут навстречу нам по проведению этих семинаров. Естественно, обратная связь существует, они принимают нашу информацию и потом это находит свое отражение при осуществлении правосудия. Судья областного суда Александр Мухамедов подчеркивает, семинар имеет особое значение, так как данная категория дел специфична. Количество дел по разрешению корпоративных споров составляет лишь незначительный процент. На семинаре обсудили специфику разрешения корпоративных споров в экономических судах и судах общей юрисдикции. Обсуждались все вопросы судебной практики применения корпоративных споров. Данная категория дел специфична. Количество дел от общего количества рассмотренных составляет незначительный процент, это где-то порядка 0,1% от рассмотренных дел. Возникают вопросы по отнесению заявленных требований к корпоративным спорам, вопросы подсудности, поскольку корпоративные споры подсудны специализированным экономическим судам. Однако зачастую иногда данные требования заявляются в суды общей юрисдикции. Проект «Судебная защита бизнеса» продолжается. На ближайшее будущее запланировано проведение семинаров по другим видам споров, а именно требованиям, вытекающих из налогового, таможенного законодательств и закона о медиации. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Говорящая трость для незрячих – инвалидное кресло, способное подниматься по лестнице. Эти и другие приспособления для людей с ограниченными возможностями представили участники Микатона «Том Казахстан». В Караганде завершился третий этап конкурса. Жюри было представлено 10 проектов. Организаторами международного социального проекта является Ассоциация друзей Тель-Авивского университета Казахстан, Акимат Карагандинской области и Карагандинский государственный медицинский университет. Есть такое понятие, как «Нидноруэры» – людей с ограниченными возможностями. Социальный проект «Микатон» позволяет помочь таким нуждающимся. Суть в том, что различные заводские приспособления для улучшения жизни в быту очень дороги. А участники «Микатона» предлагают новшества, которые можно сделать из подручных материалов, но они не уступают по своим функциональным качествам заводским, а по цене в десятки раз дешевле. «Микатон-по» – это 72-часовой марафон, где участвуют изобретатели со всего Казахстана. То есть кто эти изобретатели? Это студенты, медики, IT-специалисты, инженеры. Мы собираем заявки от команд из пяти человек, от команд, от людей, которые хотят помочь людям с ограниченными возможностями. Трехдневный марафон дает о себе знать. У ребят хватает сил на защиту своих проектов и тут же недолгий сон. На столах так и остаются механизмы, детали, с которыми они работали. Оказывается, для создания экзоскелета нужна швейная машинка. Вариантов приспособлений множество. Например, трость для слабовидящих, которая сигнализирует о препятствии как снизу, так и сверху. Разный тон сигнала дает понять человеку о том, что его ждет впереди. Жюри отметило, что все представленные приспособления функциональны, доступны и могут иметь предпринимательское продолжение. Например, карагандинские студенты медицинского университета представили коляску, которая может подниматься по ступеням. Аналоги стоят миллионы и очень тяжелы, а здесь представлена стандартная конструкция с небольшим переносным приспособлением. Это сделано с участием Светланы Кокеревой. Я дала ребятам эту идею, и мы бурно ее обсуждали. И на протяжении всего периода подготовки мы с друг другом имели связь. И они меня всегда спрашивали, всегда советовали, ориентировались. Идеи не будут брошены после окончания конкурса. Те, кто намерен продолжить работу, станут обладателями патента. Остальные получат возможность через интернет размножать свои разработки. Да, я хотел бы продолжить работу над данным проектом, так как считаю его социально значимым. И реализация данного проекта поможет довольно широкому кругу лица преодолеть свои страхи, комнаты, свои барьеры. Во-первых, это новые возможности, новые горизонты, которые открывают данные проекты для людей. А также возможность реализоваться самому как истористу и как разноплановой личности. Социальный проект Микатона «Том Казахстан» не подразумевает ограничения ни в возрасте, ни в профессии. Каждый может принять в нем участие. А для предпринимателей открывается широкое поле деятельности. Но я все-таки поражен. Не могу сказать, что потрясен. Хотя, может быть, эта эмоция тоже во мне постепенно зрели. Почему? Потому что у вас такой большой запас творчества людей и желания воплотить, что эти все прототипы дозрению обязательно. Социальный проект Микатона не останавливается на достигнутом. Он продолжает свой путь. Ведь в нем нет проигравших. Есть только победители. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Свыше 800 единиц техники и более 2,5 тысяч человек приведены в готовность для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период. В Карагандинской области прошли широкомасштабные командно-штабные учения. В строю спасатели, медики, связисты, электрики. Все те, кто в случае разбушевавшейся стихии будут спасать людей и обеспечивать жизнедеятельность важных объектов. В течение двух дней на территории Карагандинской области проводились мероприятия по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода. В зимний период было спасено практически больше 800 человек эвакуировано. Было и зон вообще из вот этих ситуаций, да, зоны, где остались из них, и дети были, и взрослое население. В целом 800 человек было эвакуировано. Больше 800 человек мы эвакуировали, снимали. На футболках, вроде, кто-то сами эвакуировал. Всего приведены в готовность свыше 800 единиц техники и 2600 человек. С 8 ноября распоряжением Акима области объявлен режим повышенной готовности. Основной объем спецтехники размещен на наиболее опасных участках. В рамках учения произведен запуск сирен. Перехват телерадиоканалов были отработаны действия при авариях на объектах теплогазоводоснабжения, энергосетях, поисково-спасательной работы. Также проверена готовность пунктов обогрева на автодорогах. Были даны конкретные рекомендации по дальнейшему усовершенствованию реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Следующий репортаж был полностью снят на мобильный телефон. В столице прошел тренинг на тему мобильная журналистика. Мероприятие было организовано общественным фондом «Правовой медиа-центр» при содействии посольства Великобритании. В данном сюжете мы расскажем вам о самых последних технологиях и возможностях смартфонов. Жизнь современного человека сложно представить без смартфона. Если пару лет назад телефон имел минимальное количество функций, то сегодня многообразие возможностей современного гаджета поражает. С помощью новых моделей телефонов можно снять и смонтировать качественный ролик. Этому обучали на тренинге мобильная журналистика. По словам Деборы Келли, специалиста по подготовке новостей в прямом эфире, мобильная журналистика успела занять свою нишу на рынке. Многие утверждают, что мобильная журналистика уже достигла уровня обычной традиционной журналистики. Но стоит отметить, что она не заменяет работы оператора или же камеры. Скорее, мобильная журналистика является отличным дополнением. Материал, снятый на телефон, может быть преобразован в другой материал, для записи которого принято использовать видеомагнитофон. Пока в Казахстане только обсуждают плюсы мобильной журналистики, многие зарубежные вещательные компании уже внедрили новый метод в свою работу. В некоторых новостных редакциях 80% контента состоят из материалов, отснятых на сотовые телефоны. Использование различных гаджетов в сфере журналистики упрощает процесс работы, что не может не радовать самих журналистов. Мобильная журналистика имеет больше плюсов, чем минусов. Она отличается своей простотой и мобильностью. Телефон всегда под рукой. Иногда даже не требуется присутствие оператора. Тренинг состоял из двух блоков – теоретического и практического. В конце каждый участник был награжден сертификатом. Общественный фонд «Правовой медиа-центр» планирует и дальше проводить подобные тренинги. Следующими пунктами назначения выбраны Алматы и Актобе. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В другим новостям. Проблемы с позвоночником являются актуальными для многих карагандинцев. Гипертония, остеохондроз, артрит, инсульты и невыносимые головные боли. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием «Атлант». Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника «Атлант» помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. Восстановление первого шейного звонка. В клинике «Атлант» проводят лечение по уникальному безоперационному методу. Процедура поможет избавить от головной боли, болей в шее, суставах, спине. В медицинский центр также могут обратиться и пациенты с нарушением осанки. За два с половиной года работы лечения в клинике уже получили порядка двух тысяч человек. С помощью функциональной диагностики выявляем, есть ли проблема с Атлантом. С Атлантом с первым шейным позвонком. Первый шейный позвонок, он маленький, но имеет большое значение. Он держит на себе голову и первая его функция – это поворот головы. Поворот головы, если он неправильный, то он задействует весь позвоночник. И чтобы снять эту вертикальную нагрузку, пациенты обращаются к нам для того, чтобы мы поработали с мышцами у основания черепа. Лечение в клинике ведут с помощью швейцарского аппарата. Он пока единственный в республике. Сама процедура проходит в три этапа – диагностика, коррекция, дополнительные проверки. Полный курс лечения займет порядка полугода. Как показывает практика, после восстановительной программы Атлант боль уменьшается, а зачастую полностью исчезает. В Казахстан мы к вам приезжаем из Санкт-Петербурга ежемесячно и работаем непосредственно в вашем городе, в Караганде. И если говорить о том, как много специалистов в этой области, нас не так много. Нас всего шесть человек в России, и в Казахстане у вас специалиста нет, поэтому мы и вынуждены приезжать к вам. Марзию и Белгазану давно беспокоили шум в ушах, высокое давление и бессонница. После трех процедур в клинике Атлант стала чувствовать себя намного лучше. Увидев объявление по телевидению, я обратилась в клинику Атлант. Специалисты очень внимательно отнеслись к моей проблеме. Сразу же расписали программу. Сегодня болезнь отступает. Мне стало намного легче. Прием ведут высококвалифицированные специалисты из Санкт-Петербурга. Клиника расположена по улице Ерубаева, 58. Прием проводится с 10 ноября по предварительной записи по телефону 365-00. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Еще об одном. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» расторг контракт с главным тренером. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с главным тренером Александром Соколовым расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Александр Соколов возглавил «Сарарку» в нынешнем межсезонье. После 22 матчей ВХЛ команда из Караганды расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 39 очков. Воспитанник самарского хоккея Александр Соколов в 80-е годы играл в Казанском спортклубе имени Урицкого. По завершении игровой карьеры перешел на тренерскую работу. В 2009 году на Зимней универсиаде в Харбине сборная России по хоккею под руководством Александра Соколова стала обладателем золотых медалей. Эксперты отмечают в работе Соколова системный подход. Специалист пропагандирует агрессивный и атакующий хоккей. В тренировочном процессе используют современные методики. О причинах расторжения контракта не сообщается. На должность главного тренера карагандинского коллектива назначен Дмитрий Крамаренко, который уже входил в тренерский штаб карагандинской команды. Он является воспитанником карагандинского хоккея. Марат Такишев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауглнстар. Субтитры подогнал «Симон»!